Добрый день, уважаемые коллеги! Действительно, прежде чем я расскажу о самой методике биопсии сигнальных лимфатических узлов при меланоме кожи, следует обратить внимание на то, что в последней, восьмой версии классификации ТНМ изменились принципы стадирования относительно лимфатических узлов при меланоме кожи. Если мы обратим внимание, появился возле индекса лимфатических узлов индекс А, который говорит нам о том, что у пациента имеется поражение лимфатических узлов, обнаруженных методом биопсии сигнальных лимфатических узлов. То есть данные метастазы являются не клиническими, а являются скрытыми. И пациент, пройдя комплексные обследования, включая лучевые методы диагностики, такие как магнино-резонансная томография, компьютерная томография и ультразвуковое исследование, не выявило метастатического поражения лимфатических узлов шеи. И это очень важно, поскольку у таких пациентов при выявлении микрометастазов методом биопсии сигнальных лимфатических узлов автоматически стадия становится третьей, которая требует системного лечения. И об этом прекрасно рассказала Анна Игоревна. Концепция биопсии сигнальных лимфатических узлов заключается в том, что существует лимфоток от опухоли кожи, который протекает в первый лимфатический узел, который является сигнальным. И наша задача определить статус данного сигнального лимфатического узла, есть ли там метастазы, меланомы или же нет. И на самом деле иногда это очень сложно определить, какой же лимфатический узел является сигнальным. В 2012 году были опубликованы клинические рекомендации по проведению методики биопсии сигнальных лимфатических узлов. И было показано, что данная процедура имеет клиническое значение у пациентов при толщине меланомы по бреслу от 0,8 мм. Отдельно указано о том, что мы можем выполнять данную процедуру у пациентов менее, толщиной по бреслу менее 0,8 мм, но при наличии изъязвления, поскольку толщина опухоли по бреслу влияет на частоту регионатного метастазирования меланомы кожи. Точно об этом же и говорят рекомендации Национальной онкологической сети Соединенных Штатов Америки. И в настоящее время биопсия сигнально-лимфатического узла показана при меланоме кожи, начиная со стадии 1b, и может быть обсуждена при более толстых меланомах. В случае подтверждения положительного статуса сигнально-лимфатического узла стадия становится третья, которая требует системного лечения. В 2015 году были опубликованы рекомендации специалистов по медицине, которые регламентировали нам, как же нам проводить методику биопсии сигнально-лимфатического узла. Основой методики заключается в том, что мы должны выполнить передуморальную инъекцию определенного радиофан-препарата. В настоящий момент это используется радиоколлоид радиофан-препарата на основе изотопа технице 99М. И очень важным при выборе данного радиофан-препарата является размер частиц. И чем выше, чем ниже размерность частиц, тем, как правило, большую чувствительность мы получаем при обнаружении сигнально-лимфатического узла. Учеными из Австралии и Новой Зеландии было проведено достаточно интересное исследование. Они изучили варианты лимфатического оттока от меланомы кожи, которые локализуются в области головы и шеи. И разработали специальное программное обеспечение, которое нам позволит определить, где же находится сигнально-лимфатический узел при конкретной локализации опухоли кожи. Это может быть очень полезно врачам-дерматологам для того, чтобы определить, в какой зоне может находиться сигнально-лимфатический узел и дополнительно обследовать именно эту зону. В то же время, после введения радиофан-препарата, мы должны посмотреть, где же он локализуется. Для этого используется несколько методик, основанный на исследовании в гаммокамере. При этом в настоящий момент жательно используют метод однофотонно-эмиссионной компьютерной томографии, который в исследованиях показал значительно большую чувствительность, диагностическую точность и предсказательную ценность отрицательного ответа. На этом слайде показано, как выглядит лимфаток от меланомы кожи, в данном случае меланомы кожи левой щеки. И очень важным вопросом в методике биопсии сигнально-лимфатического узла при меланомы кожи является его патоморфологическое исследование. Современные рекомендации говорят о том, что мы должны исследовать тотально сигнально-лимфатический узел, используется рутинная окраска гемотоксилина и азина, выполняются серийные ступенчатые срезы и проводится моногистохимическое исследование на маркёре S100, МАХТ-1, МИЛАН и HMBS45. Выполнение моногистохимического заключения значительно повышает чувствительность и специфичность метода, в частности, определение микрометастазов, поскольку наличие именно микрометастазов меланомы кожи в сигнальных лимфатических узлах имеет большое клиническое значение. При этом использование срочного гистологического исследования, которое получают путём заморозки лимфатического узла и дальнейшего его исследования, в настоящий момент не применяется из-за очень низкой чувствительности метода, который составляет порядка 47%. Очень актуальным вопросом является то, что возможно ли проведение методики сигнально-лимфатического узла при уже удалённом первичном очаге, и сколько же времени оно должно пройти между первичным удалением меланомы кожи и проведением методики сигнального лимфатического узла. И было проведено ряд исследований, которые показали, что выживаемость пациентов относительно определения сигнально-лимфатического узла не меняется в том случае, если мы делаем процедуру до 40 дней и после 40 дней. Аналогичное исследование было проведено, которое показало, что можно, в принципе, проводить и после 30 дней. Однако, чем раньше мы выполним методику биопсии сигнально-лимфатического узла, тем раньше мы можем начать системное лечение в случае его необходимости и таким образом значительно продлить выживаемость таких пациентов. И касаемо вопроса, особенно при наличии меланомы с большим распространением, можно ли выполнять методику биопсии сигнально-лимфатических узлов, если мы выполнили удаление первичного очага и выполнили ротационную пластику. В этом случае используется перемещение кожных лоскутов. То есть, как же имеется ли нарушение лимфатического оттока. И данное исследование было показано, что, в принципе, такой вариант возможен, и мы можем выполнять данную методику. Однако, все-таки, пути лимфоток от первичного опухоли значительно изменяются. Для того, чтобы ответить на вопрос, а что же нам делать с сигнальным лимфатическим узлом и его статусом, было проведено, как минимум, два очень крупных рандомизированных исследования, которые попытались ответить на вопрос, нужно ли нам выполнять тотальную регионарную лимфодисекцию в случае наличия положительного лимфатического узла. И вот одно из таких исследований было опубликовано в медицинском журнале «Новой Англии» в 2017 году, которое показало, что в целом трехлетняя меломоспецифическая выживаемость в случае выполнения полной лимфодисекции у пациента с положительным сигнальным лимфатическим узлом точно такая же, как у пациентов, которым данная операция не проводилась, а количество осложнений у таких пациентов значительно выше в виде. Это регионарные лимфедемы, болевого синдрома и так далее. И основными факторами риска, которые влияют на вероятность поражения сигнально-лимфатического узла, является именно толщина опухоли по брестлу. И это очень важно при патоморфологическом исследовании материала, адекватном его заборе, поскольку мы должны точно знать, какая толщина, поскольку она имеет прогностическое значение в плане общей безрецидивной выживаемости при меланоме кожи. Еще одно исследование, подтверждающее точку зрения о том, что выполнение полной лимфодисекции при положительном сигнальном лимфатическом узле не увеличивает выживаемость пациентов. Это исследование, проведенное в 41 клинике Германии, которое показало, что также трехлетняя выживаемость, выживаемость, которая свободна от удаленных метастазов, одинаковая, если мы будем выполнять лимфодисекцию или не будем. Спасибо за внимание. Буду рада ответить на любой вопрос. Большое спасибо, Максим Андреевич. Есть ли вопросы к Максиму Андреевичу? Да, пожалуйста, будьте любезны. Максим Андреевич, благодарю вас за блестящий обзор, который вы представили. Расскажите нам, пожалуйста, каким образом, какая практика есть у нас? Что вы рекомендуете для пациентов? Как это выполняется? Что вы используете? То есть рекомендуете ли вы потом делать ПЭТ? И как это происходит по временным рамкам? Спасибо. Отличие, отличие. Расскажу краткие рекомендации, которые у нас присутствуют в нашем центре. Методику биопсии сигнально-лимфатического узла желательно проводить в одном моменте с удалением первичного очага. Почему это важно? Во-первых, мы соблюдаем сроки, и мы не делаем отсрочно. И таким образом, в случае чего, мы можем начать системную терапию намного раньше. И во-вторых, лимфатические пути от первичного очага в этом случае не нарушены, если мы будем выполнять данную методику отсроченную. Касаемо того, касаемо проведения радиозатопного исследования, существует на самом деле два протокола. Это однодневный протокол, либо двухдневный протокол. И в нашем институте реализуется, прежде всего, двухдневный протокол. На первом дне мы выполняем обкалывание передуморальной опухоли и исследование методом однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, в результате которой мы получаем информацию о региональном лимфотоке и находим тот самый сигнальный лимфатический узел и делаем кожную метку для того, чтобы в дальнейшем в операционную уже на следующий день при помощи гамма-датчика найти тот самый сигнальный лимфатический узел. После его обнаружения мы обычно дополняем данную методику не только радиозатопным исследованием, но и специальные красители, поскольку по данным исследований это значительно повышает чувствительность и специфичность метода и, самое главное, вероятность обнаружения именно того сигнального лимфатического узла, который нам нужен. После этого отправляем докторам по атоморфологической лаборатории для исследования. При этом одним из кругольных вопросов в атоморфологической диагностике является количество срезов. По рекомендациям, которые были опубликованы в международных андомизированных исследованиях, в частности исследований Мортона, было показано, что количество срезов должно быть около 150, но в активной практике достичь 150 срезов порой нереально. После этого мы получаем статус сигнального лимфатического узла и в том случае, если положительным, как правило, назначаем системную терапию пациенту. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Будьте любезны. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Пермина Ивановна Викторовна, дерматолог. Скажите, пожалуйста, если мы все-таки получаем в биоптате метастазы или микрометастазы, да, меланомы, мы проводим системную терапию и все, либо мы все-таки выполняем лимфодиссекцию и проводим системную терапию. Отличный вопрос. Мы говорим о том, что в случае того, что если мы получим метастаз сигнального лимфатического узла, метастаз является оккультным, неоклиническим. И данные исследования говорят о том, что проведение полной лимфодиссекции в случае наличия положительного сигнального лимфатического узла с микрометастазом, это очень важно, не повышает выживаемость пациентов, а количество осложнений, сопряженность лимфодиссекции, региональной, допустим, в подмышечной области или тем более лимфодиссекции, проведённой на шее, значительно выше. Выгоды для пациента в плане выживаемости мы в этом не получаем. Мы назначаем системную терапию, которая, как уже говорила Анна Игоревна, значительно повышает выживаемость таких пациентов, достигая 10 лет и даже, может, более. Извините, а конкретный вот этот лимфатический узел, он всё-таки убирается или нет? Конкретный лимфатический узел, конечно, убирается. Хотелось бы дополнить, что удаляется от приезжающей ткани вот этот узел, мы не выковыриваем оттуда метастаз. Более того, мы не можем даже понять, метастаз это или нет, потому что здесь речь идёт только именно, как сказал, оккультных, но на самом деле мы при помощи гамма-датчика устанавливаем, видим излучение, и излучение в зависимости... Там очень много моментов, и это технически, как вот объяснил Максим Андреевич, в том, что есть протоколы, по протоколам следовать обязательно надо. Почему? Потому что очень много неправильной трактовки именно излучения, потому что при выполнении обкалывания опухоли может фонить и показывать неправильные показания близко к расположению. То есть, зависит от того, насколько удалён очаг. Более того, когда удаляется ткань вместе с лимфоузлом, исследуется отдельно на салфетке излучение, потому что необходимо обязательно проконтролировать, являлось ли это фоном того фона, где производился вкол, потому что там будет в разы 2-3 тысячи излучения. То есть, обязательно делается дистанционно, то есть удаляется и исследуется эта ткань. И речь идёт о том, что где выполнено это исследование биопсии сигнальных узлов, это тоже имеет очень большое значение, потому что, если о том, о чём сейчас говорил Максим Андреевич, выполнение до 200 срезов, это чаще сегодня выполняется по правильному протоколу, до 150-200 срезов. Выполнить технически это очень сложно. Даже у нас в институте у нас имеется очень, действительно, очень грамотно работают и морфологи, они знают и проводятся биопсии сигнальных узлов у нас при раке молочной железы, при орофорингеальных зонах мы делаем, при раке языка, и также при меланоме. Естественно, здесь отработанная методика, но даже нашим патоморфологам это сложно выполнить. И когда мы видим, они видят метастаз, а этот метастаз, он микрометастаз на уровне того, что вот только один, но вопрос, вот я не помню, кто-то вы задали по поводу ПЭТ, да? Вот, речь идёт о том, что очень важно пациента на догоспитальном этапе иметь картину, картину, если у него действительно ли это является истинной биопсией сигнального узла, или это всё-таки суспицу метастаз, как мы называем, встречался уже с тем, что выполняется подозрение на метастаз по УЗИ, сделаем мы биопсию сигнальных узлов. Это уже неправильно, это совершенно неверно. Это стандартная методика выполняется именно при меланоме, при отсутствии метастазов. Но если каким-то образом морфологу действительно настолько подготовленным удалось найти этот метастаз, он будет микро. И вот эти микроизменения, о чём говорила Анна Игоревна и сегодня Максим Андреевич, действительно выживаемся, мы сравниваем выполнение лимфодиссекции, хоть я тоже хирург, мне проще выполнить диссекцию, забыть про больного, но так нельзя, потому что здесь речь идёт о выживаемости, о сравнении этой выживаемости, о том, о качестве жизни. Выполнение лимфодиссекции на шее, оно приводит к калечащим результатам. На самом деле, даже сохранение всех структур, а мы это делаем очень тщательно, потому что на протяжении многих лет существует эта методика этих хирургических мешателей на шее, при всём этом пересечение и удаление части ветвей сплетения нервы аксессориус, то есть это говорит о том, что задняя группа может будет страдать, и будет покатать с плеча, и поднять руку человеку будет тяжело, когда делается правильный большой объём хирургического мешателя. Для выполнения они должны быть обоснованы. И речь идёт о микрометастазировании, это очень важно. Вот как раз-таки мы сегодня очень важные моменты на самом деле обсуждаем. Это не только для дерматологов, для онкологов это ново, потому что выступая, вот мы сейчас в кругу дерматологов, очень приятно на самом деле, что эти вопросы возникают, потому что выступая даже в обществе онкологов, которые имеют очень большой опыт в ведении и лечении таких пациентов, у них возникают эти вопросы, у многих. Многие не представляют, а как? Нет понимания того, что биопсия сигнального узла это биопсия нормального узла, это не метастаз. Метастаз это всё, это уже другая, здесь тактика совершенно другая, это другое вмешательство, поэтому спасибо вам за эти вопросы, это очень важные моменты на самом деле. Спасибо большое. Есть ли ещё вопросы? Да, будьте любезны. Да, конечно, я по-моему тоже вопрос есть. Первый медицинский университет. А какому проценту пациентов с меланомой выполняется биопсия сигнального лимфатического узла у нас? Ну, у вас. У нас в институте, вы имеете в виду? Да, да. Мы стараемся практически всем пациентам выполнять данную методику. Сколько она доступна? С 2016 года провыполняется данная методика при опухолях головы, шеи. Большей степени начало шло от нашего отделения. Это действительно сложно. И здесь не только, потому что именно отделение, а именно потому что здесь технические моменты. Взаимодействие хирургов, радиологов, доступность препарата, радиофарм препарата, взаимодействие и техническое оснащение. Это зависит именно от этого. Ну, естественно, именно при меланомии имеется в виду. Но сейчас методика уже позволяет выполнять практически всем пациентам. Плюс ещё те пациенты, которые приходят к нам с выполненными биопсиями, вернее, с иссечением, стараемся выполнять уже рубец, обкалывается. Но тоже зависит от того, о том, что говорил Максим Андреевич, реконструкция была или нет. Вот такой вот момент. Спасибо. Можно я продолжу вопрос коллеге, так как мы представители одной кафедры. У нас примерно одни вопросы в голове есть. Смотрите, в рекомендациях, которые вы показывали, там есть вот такая минимальная лазейка. при толщине опухоли по Брест-Лоу до 0,8 миллиметров нет необходимости выполнять биопсию сентинального лимфатического узла, потому что действительно статистически вот в этих больших исследованиях было показано, что практически там стремится к нулю количество пациентов, в которых есть метастазы. В других странах эту группу пациентов исключают путём биопсирования меланомы до проведения эксцезии. То, чего у нас сейчас как бы ещё пока не принято делать. То есть, как Вы считаете, это разумно, это тактика, к которой мы придём когда-то, или мы всё-таки останемся на 100% биопсии сентинальных лимфатических узлов, не исключая вот эту маленькую группу, которая всё-таки есть во всех международных рекомендациях? Спасибо за вопрос. Я думаю, что данную группу действительно исключили из-за того, что таких пациентов будет достаточно много, учитывая то, что в настоящий момент имеется тенденция к тому, что меланома кожи всё-таки тоньше. нежели раньше. Если в исследование включили бы таких пациентов, то исследование, во-первых, было бы намного дороже его проведения, и его проведение заняло более длительное время. А вероятность того, что там есть микрометастаз, значительно меньше. Поэтому здесь два пути. Первый – действительно всем выполнять, либо выполнять сначала биопсию первичной опухоли, именно полнослойную, либо инцинзионную, либо панч-биопсию, и уже в зависимости от этого решать. Ну, на самом деле, вот о чём говорили, вот изначально сказал Максим Андреевич, мы выбрали, почему мы выбрали именно двухдневный протокол? Для того, чтобы всё-таки каким-то образом сделать группу. И выполнение вот этого обкалывания мы проводим ещё на гамма-камере исследование. То есть фактически смотрится лимфоток, и совместно с радиологами это не решает один хирург, это решается коллегиально. Совместно с радиологами мы определяем действительно группу. И если она подозрительна метастазированием, то тогда, естественно, это выполнение. И это таким образом позволит нам как бы отделить ту группу пациентов не всем подряд, а именно ту группу, у которых есть начальная форма, малигнизированный невус, поверхностно распространяющиеся небольшие формы. То есть, конечно же, здесь этот момент мы учитываем обязательно. Но в основном мы видим, конечно, больше, чем... Да, к сожалению, так. Нет вопросов, да, больше вопросов нет? Спасибо вам большое. Спасибо. Мы ещё... Может быть, у нас есть вопросы к Ане Александровне. Спасибо, Алексей Андреевич. Может, есть вопросы к Ане Александровне, потому что мы не задавали вопросы по поводу всё-таки дерматологического взгляда. Может быть, всё-таки есть вопросы именно к вам? Нет вопросов, да? Ну, вот всё-таки назрел вопрос. Очень приятно. Представьтесь, пожалуйста. Способ, Анатолия Владимировна, клиника Калистмед. У меня, знаете, в этом году возник вопрос. Мы уже лет 8 участвуем, но вот в этом году он возник. А у меня было на приёме в этом году очень много молоденьких девочек со вторым фототипом, большим количеством диспластических невусов и с достаточно большим количеством татуировок на теле. Вот мы сегодня говорили про факторы риска. Есть ли статистика вот у вас, как дерматолога, да, и вот как у онкологов в вашей клинике, есть ли какая-то статистика по татуировкам? Потому что я вот даже пыталась посмотреть повреждённый невус, так скажем, татуажем, он практически там не виден. То есть его можно было почувствовать на ощупь. Естественно, мастер, когда выполняет рисунок, он не задумывается. И опять же, если мы говорим о том, что невусы могут, меланомы могут возникать на невусе, да, или на первично здоровой коже, то вот какова вообще, каков риск, да, и что в данном случае пациенту говорить, потому что они, в принципе, в целом всё равно настроены продолжать рисовать на теле и так далее, потому что мода. Спасибо. На свободных пестах, да? Спасибо большое за вопрос. Вопрос в чём-то такой неожиданный, но, как я понимаю, назревающее очень острое, потому что действительно количество татуированных пациентов разных возрастных групп, что, причём, раньше было не характерно, не только молоденькие, но уже и пациенты достаточно. А зрелого возраста они появляются. Значит, ну, татуирование само по себе это травматизация кожного покрова. Поэтому, конечно, дело татуирования поверх невусов, это сродни того, чтобы травмировать невус, не знаю, срезать его, отковыривать или ещё остальное. То есть это увеличивает риск развития меланомы из невуса. Процент этого риска это всё статистика, поэтому здесь всё то же самое. Вопрос в том, что разовьётся ли, есть ли какие-то статистические данные о том, что у пациентов, которые повторно делают татуировки, например, на одном и том же месте, в этом месте, как месте наибольшей травматизации, может развиться меланома Денова за счёт вот этой травматизации, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что такой статистики нет, потому что, вот, смотрела, говорю, что много новой литературы, которая публикуется, и вот вплоть до таких вещей, что там, как связано развитие меланомы с ростом, весом и площадью поверхности тела, такая статья была проведён, большой обзор, то есть, если у тебя площадь поверхности тела больше, больше ли у тебя вероятность получить меланому или нет, то есть, маленьким должен быть, да, или большим, высоким и толстым. Поэтому по татуировкам такой информации не было, но я думаю, что такая информация будет, и вы своих пациентов абсолютно предупреждаете, что делать татуировку поверх невуса, маскируя его, нельзя. Многие наши пациенты на самом деле маскируют сейчас татуировками, например, рубцы постакна, да, на больших поверхностях, которые, это допустимо, а вот поверх невуса нет, маскировать какие-то гигантские невусы или просто некрасиво выглядящие невусы нельзя. Будет ли риск повышаться, я думаю, что это случай описан. Да, являются ли они рандомными или они являются статистически значимы, мне кажется, такой еще статистики нет. Спасибо большое, я соглашусь абсолютно. На самом деле сейчас не только это, но еще есть то, что пациенты приходят с образования на волосистой части головы, особенно женщины, когда они спрашивают, можно ли делать химическую завивку, можно ли красить волосы и так далее, и так далее. Естественно, вот то же самое, что и по поводу татуировок, необходимо объяснять, причем самое интересное, что в определенных местах, где выполняются эти вмешательства, там сами специалисты говорят о том, что вот здесь делать нельзя. Пришла пациентка, у меня был случай, девушка молодая, она сказала, что вот в этом месте нельзя. Вот как раз таки возник вопрос, а можно ли там делать? То есть вопрос такой очень сложный, естественно, надо сказать, что нет, нельзя. Мы не можем гарантировать и не так, не так. Может возникнуть, а может не возникнуть. Никто не знает, тут травматизация, факт будет. Соответственно, то же самое о волосах. Если бывает так, что пациенты красят, вернее, люди красят волосы, женщины красят волосы, и все хорошо, но травматизация происходит расческой во время стрижки. И таких у нас очень много пациентов, которые после травматизации от парикмахера приходят к нам. Это вообще удивительно. Есть такая прям вот поток даже пациентов, но он маленький, но имеется в виду, вот прям четко пациент пришел от парикмахера. То есть ему говорят, так, иди-ка ты, дорогой, причем парикмахеры играют роль первичного звена. Поэтому это очень вот так действительно удивляет. Ну и если есть еще вопросы, пожалуйста, будьте добры. Сейчас вам дадут микрофон. Ах, да. Рысакова Марина Валерьевна, врач-драматолог, наша клиника. Замира Ахмедовна, у меня, наверное, к вам больше вопрос. Приходят ли с выявленной меланомой или с подозрением на меланому от офтальмологов? К вам приходят или какова тактика лечения при данной локализации меланом? В связи с этим участвуют ли в диагностике, вот в такой, как у нас день диагностики меланомы, в котором участвуют драматологи, офтальмологи? Планируется ли их привлечение? Насколько часто случаи выявления меланомо- офтальмологической локализации? Спасибо. Спасибо большое. Очень важный вопрос. И офтальмологи с нами работают последние два года очень плотно. Мы работаем и общаемся и приглашаем на конференции, участвуем во всех этих мероприятиях совместно с центром имени Федорова. И последняя конференция, которую мы вместе работали на этой конференции, действительно, для нас открыло очень многое, потому что, так же, как и для них, потому как здесь такие сложности, что эти пациенты лечатся у офтальмологов. И лечат их офтальмологи, проводится иссечение, удаление, реконструкция, выполняется ими. Если же речь заходит о реконструктивной пластике костной, то не все офтальмологи это выполняют, естественно, и выполняются привлечением уже нас, онкологов, челюстно-лицевых хирургов. Соответственно, мы несколько пациентов оперировали у нас в стационаре. Это пациенты, которые были оперированы совместно с командой офтальмологов. Они приезжают к нам и помогают. У нас есть соглашение о сотрудничестве, и мы участвуем так же у них, как и они у нас в этом направлении. Они меланому лечат различными способами. Я думаю, что будет не очень корректно, если я буду об этом говорить, потому что они считают, что это чисто их проблема. И есть даже суждения некоторые, что онкологам не надо туда влезать и решать вопрос именно офтальмологически. Есть офтальмологи, которые так считают. Но у нас очень тесно сотрудничество с этим центром, и, в общем-то, понимание такое, что есть такая Панова Ирина Евгеньевна, которая тоже является онко-офтальмо-онкологом, как правильно говорят, они себя называют, и у нее очень большой опыт лечения. Она сама очень большой опыт получила в Челябинской области, и ее лечат они и облучением. То есть у них есть брахотерапия именно глаза. У нас еще есть вторая больница городская, в которой также очень успешно проводят это лечение. Соседний центр радиологический также проводит лечение именно меланом. Ну и хотелось бы сказать, что там все сконцентрировано именно у офтальмологов. Когда же возникает вопрос, как вы говорите, приходят ли они к нам? Да, они к нам приходят. Если мы видим, что именно глаз, мы отправляем к ним. Если соответственно около глаза это кожа и имеется ввиду века, века и очень близко к самому глазу, то эту локализацию мы решаем с офтальмологом. Мы направляем опять же к ним, потому что все-таки это их работа, это их как бы сфера. Они рассматривают и дальше определяются. Если они могут, значит, они выполняют у себя реконструкцию пластика, если по какой-то причине не получается, мы все время в контакте, они присылают к нам. Есть категория пациентов, которых мы видим, и это пациенты с метастатическим поражением лимфоузлов уже. Они лечены у офтальмологов, а далее попадают к нам с поражением лимфоузлов. Вот тогда работаем уже мы, конечно, у них только на уровне глаза все это происходит. Ну и я думаю, что это на самом деле большое достижение за последние три года, четыре года, когда офтальмологи постоянно находятся рядом с головошейными специалистами на конференциях. То есть не отдельно у них своя конференция, у нас своя, нет, мы работаем очень тесно и операции, естественно, проводим вместе. Ну и сложность в том, что лечение меланомы кожи и меланомы глаза слизистых, имеется в виду оболочья глаза, то есть в этом случае они лечатся по-разному и вопросы о том, о чем говорила сегодня Анна Игоревна, там по поводу мутации здесь, конечно, есть свое и есть особенности, и лечение особенно, потому как есть то, что помогает при меланоме кожи, а здесь не помогает. То есть это отдельная тема для разговора, это очень интересная тоже тема.